Привет-привет! С вами Готика, с вами Сократ и Сократочка! С выходом нового обновления, которого все так долго ждали, нам добавили много чего нового. Много о чем мы уже смогли вам рассказать в предыдущих видео. Если ты их еще не успел посмотреть, устраивайся поудобнее, нам есть что тебе предложить. Большая команда клана Готики трудится 24 часа в сутки, чтобы тебе, наш дорогой зритель, было интереснее проводить время в игре. И сегодня мы хотим рассказать тебе о лошади породы Цыганский Коп, которую добавили в рамках нового обновления 1.20 в RDR Online. И это еще не все. Также мы расскажем о новом седле, новых седельных сумках, на что они способны. Мы провели очень много тестов с новыми сумками, старыми сумками в сравнении с лошадьми. И рады вам показать наши труды в этом видео. А также хотелось бы выразить огромную благодарность нашим спонсорам. Вовке СПБ, Алексею Котову, Анастасии Морс, Виктору Попову, Готик Некст. А также другим спонсорам, которые поддерживают наш канал. Им можешь стать и ты, всего от 49 рублей в месяц. Ну а теперь непосредственно переходим к сравнению и к самим лошадям. В конюшне у нас с вами появилась отдельная вкладка, называется Цыганский Коп. Это лошадь роли натуралист. Стоит она абсолютно так же, как и лошади для других ролей. 150 долларов самая дешевая и 950 самая дорогая. Однако у этой лошади хотелось бы отметить идеально красивую расцветку. Блэк Донская белая с таким розовым носиком. Пегая, она у нас черно-белая, пятнистая, как буренка, как корова какая-то. Гнеда пегая, тоже самая расцветка, белая с коричневыми пятнами. Блэк Донская паламина. Это просто розовенькая лошадка, на мой взгляд розовенькая. Гнедая сплэш, белая с также коричневыми пятнами. И пегая сплэш, черная с белыми пятнами или белая с черными, как в старом мультике, если вы помните. К сожалению, я не знаю, как правильно это называется. Пегая или пегая. И гнедая или гнедая. Давайте вы в комментариях напишите, как правильно называются эти лошади. И на будущем, в будущих роликах, когда на них будут действовать скидки, безусловно, я уже буду делать правильно. Потому что в интернете сейчас не могу понять, что это вообще и к чему это относится. Новые сумки, которые стоят 8 голды, на данный момент, мне кажется, красиво в выполненном стиле. Такая медвежья шкура в форме лапы. Выглядит идеально, выглядит красиво. Однако есть одна большая проблема. У этой сумки вы можете максимум вместить в себя 5 костюмов на лошадь. Напомню, что у сумки коллекционера вы можете вложить 7 костюмов. Таким образом, несмотря на то, что сумка выглядит идеально и красиво, в свой функционал она не выполняет. Таскать с собой 5 костюмов вместо 7, ну тут, если у кого-то мало костюмов, пожалуйста. Мы, как создатели модного приговора, имеем целый тонный костюмов. И, к сожалению, даже слотов 10 сохраненных костюмов нам недостаточно. Приходится вечно какие-то костюмы разбирать, удалять или еще что-то. И, однако, 7 костюмов коллекционера сумка, это гораздо лучше. Даже несмотря на классный внешний вид новой сумки. Дальше мы переходим непосредственно к тесту седла. Мы сравнили накодочес и наше новое седло. К сожалению, кроме внешнего вида, новое седло проигрывает накодочес. Так как стамина заканчивается гораздо быстрее у нового седла, если вы не будете спамить кнопку G. Однако, если вы будете спамить кнопку G, вы сможете продержаться гораздо дольше. Но зачем делать лишние движения? Только лишь потому, что новое седло выглядит лучше. Я все-таки рекомендую использовать накодочес. Так как по скорости, что новое седло, что старое седло, по скорости разгона, безусловно, одинаковы. Тесты показали несущественную разницу у разгона нового седла. Однако, все время спамить кнопку G я лично не хочу. Поэтому предпочитаю старый добрый накодочес. Пусть простят меня любители лошадей за то, что мы проводили следующие тесты. Однако, мы решили проверить, сколько попаданий выдерживает из карканы эта лошадь и другие. И вы не поверите. Нарфольская, Рысак, Бретонская, Ахалтыкинская, у которых самые максимальные показатели здоровья. И эта наша новая лошадь, цыганский коп, выдерживает одно и то же количество попаданий из карканы. Это два попадания. Однако, если вы поставите бущеную еду и третий тоник, новая лошадь выдерживает три попадания. Единственная лошадь, которая выдерживает три попадания из карканы. Однако, тут надо много условий. Третий тоник и забущенная еда. Не знаю, для кого это будет каким-то образом полезным, но мы проверили и показываем вам наши все опыты. Ну и подведем небольшой итог. Как я и сказал ранее, лучше всего брать эту лошадь для любителей внешнего эстетического ее вида. То есть, для расцветки и для коллекции. Потому что больше никакого особого преимущества она не имеет. Потому что третий тоник и бущенная еда выдержит три попадания из карканы. Ну так себе преимущество за 950 долларов, если у вас их не так уж и много. Поэтому покупать эту лошадь новичкам я не советую. Потому что денег стоит много, а смысла с нее особо никакого. Для коллекции, безусловно, ее имеет смысл приобрести. Более того, новое седло не рекомендую брать вообще. И новые сумки это по усмотрению. Если у вас не так много костюмов, то берите. Чисто для внешнего вида и вам не жалко голды. Если вы любите таскать с собой как можно больше костюмов и переодеваться при каждом удобном моменте, то безусловно только сумка коллекционера. 7 костюмов против 5 явное преимущество. Однако, в конечном итоге, я лишь для себя приобрету эту лошадь и приобрел ее, безусловно, для того, чтобы в последствии показывать вам интересные выпуски модного приговора уже на новом, своем четвероногом, друге. Безусловно, это будет седло на Кадочис. И, в целом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео, теребонькайте колокольчик, для меня это важно, чтобы не пропустить новые-новые видосики по Red Dead Redemption. У нас еще ждет много тестов и обзоров этого обновления.